МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И непосредственно жителям микрорайона. Убранный после зимы мусор, обустроенные клумбы возле домов, подрезанные кусты и частично отремонтированные дороги – все говорило о том, что первый субботник прошел действительно продуктивно. Однако сотрудники ДО номер 4 считают, что активность жителей все же недостаточная. Просто вот само понятие субботника, оно не должно быть у населения, что мы, как в сфере ЖКХ, просим их помощи, что мы не успеваем, например, все убрать после зимы, потому что очень много мусора, это понятно. Здесь должна быть такая социальная составляющая этого вопроса. То есть если ты сам убираешь, тебе потом самому жалко будет мусорить. И этому нужно приучать и детей достаточно с маленького возраста. То есть то, что у мусора у каждого есть свой домик, да, это урна или вот мусорная площадка, да, чтобы и ребенку там, когда он играет на детской площадке, он не бросал эти фантики на землю, а нес их, так сказать, в свой домик. Что же касается основных работ по благоустройству, то сегодня в микрорайоне активно идет удаление последствий после ледяного дождя, который зимой повалил немало деревьев. Зимой были убраны деревья, которые угрожали жизни или жизнеобеспечению людей, а сегодня уже приводится в порядок остальная территория. Опиливаются и вывозятся сломанные ветки и погибшие деревья. Что касается ремонта дорог, то глава города подчеркнул, что... Ямочный ремонт – это не проблема. Это, скажем, мы просто еще раз отметили те места, где есть ямочный ремонт. У нас эти ямы оцифрованы. Сейчас идет уже процесс по городу ямочного ремонта, устранения ям. Мы просто еще раз акцентировали, что в депо тоже такая проблема есть. Как раз мы посмотрели по улице Чайковского, много ям уже задел, на улице Московская, Деповская еще эти работы предстоят. Посмотрели, есть здесь в депо проблемные места, есть подтопление некоторых дворов и придомовых территорий. Тоже осмотрели, наметили пути, куда можно, в принципе, эту воду уводить. Хотя микрорайон не зимный, на самом деле не из всех мест тут можно так оперативно воду исключить. Но, по крайней мере, такие пути, где-то проложить траншеи, какой-то водоотвод сделать. Ждет микрорайон депо и капитальное благоустройство. И первое коснется лесопарка. Люди готовы выйти и благоустроить этот парк. Просят помощи от города в установке лавочек, скамеи, курм. Как раз мы договорились, реально, конечно, мы и жители, сейчас нам проработают схему, планы. Мы совместно с инициативной группой жителей этот вопрос будем реализовывать. И посмотрели дворы Чайковского, 14-16. Там у нас двор в комплексном благоустройстве. Мы осмотрели, где можно так вот скомпоновать, чтобы на три дома была хорошая такая комплексная площадка, и футбольное поле, и детские игровые формы, чтобы они находились в одном месте. Сейчас договорились с управляющей компанией, что проработаем этот вопрос. Мы подготовим концепцию и будем стараться вот в этом месте. Место хорошее, неплохое. Если там мы в одном месте и спортивную зону, и детскую игровую сделаем, то будет тоже очень хорошо. А это в планах на когда? В планах на 2017 год. Ну а насколько полезно иметь во дворе хорошую спортивную площадку и вести здоровый образ жизни, глава города Евгений Смышляев показал на собственном примере. Далее контрольная комиссия по благоустройству отправилась в микрорайон Луговая. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания Лобня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова